Снегу много. Чего-то не делаешь ради литературных дел наших. Последний штурман трудный самый. Автор 16 романов, лауреат многочисленных премий Илья Штемлер пробирается к своей даче в Комарово. Несмотря на свои почти 80 лет, 30 из которых он провел здесь, этот визит может стать последним. Знаменитые дачи Литературного фонда России уже летом могут снести. Здесь я пишу, здесь работаю. Здесь написано довольно много. Последний роман был у меня здесь записан. Нюма с анвелой собачкой точкой. Не слышу ли еще? Шесть неприметных дощатых домиков в Сосновом Бару недалеко от Финского залива. Именно здесь творили не только великие писатели, но и композиторы, дирижеры. В Комарово ничего не менялось на протяжении 50 лет. Что ни дом, то история. Дача Литфонда в Комарово для Петербурга это по сути культовое место. Это свое переделкино. В этом доме работала Ахматова. В том доме был Бродский. Этот дом посещал Шостакович. Если начнется реконструкция дачи Литфонда в Комарово, то под охраной останется лишь домик Ахматовой. Память же об остальных знаменитых гостях и работавших здесь будет стерта навсегда, уверены писатели. Планы по реконструкции озвучил новый руководство Литературного фонда Петербурга. По словам Бориса Островского, инфраструктура дач пришла в негодность. Да и земля, а она на вес золота используется, с коммерческой точки зрения нерентабельна. Территория Литфондовских дач, это шесть домов, находится в крайне ветхом состоянии. И, к сожалению, за последнее время никаких активных действий по реконструкции никто не предпринимал. Сейчас у Литфонда появилась политическая воля и, прежде всего, экономическая составляющая для того, чтобы подобную работу произвести. От слов к делу городской Литфонд перешел незамедлительно. Сначала на реконструкцию был закрыт Дом творчества писателей в том же Комарова. Теперь разрабатывают проект реконструкции дач. Тысячи людей из Кемерово, из Владивостока приезжают, чтобы поклониться Ахматовой, понимаете, и колодцу, из которого Бородский брал воду, когда к ней приезжал, понимаете. Если они строят коттеджи, поставят опять своих пятнистых ребят, как они это любят, то мы погубим важный культурный объект вообще, гордость Петербурга. Опасаются реконструкции поселковые власти. Каждый год, накануне дня рождения, Анны Ахматовой здесь проходят Дни памяти. Весь цвет отечественной литературы собирается рядом с домиком поэтессы. Пройдут ли Ахматовские дни в этом году, теперь вопрос. Эти дачи, как писательские, перестанут существовать. Они начнутся как частные дачи для продажи, перепродажи, как у нас часто бывает, типа рейдерских захватов. Писатели города просят губернатора Петербурга остановить реконструкцию литераторских дач. Это последнее, что еще можно сохранить. Дом творчества писателей, похоже, уже потерян. Несмотря на официальную реконструкцию, здесь принимают детей на каникулы. Что это за дети и как они сюда попали, остается тайной. Вот вы скажите, эти дети, они школьники? Это я не собираюсь отвечать вам. Ну ладно, поехали. В Комаровском доме творчества писателей писатель Штеммлер теперь чужой. Валерий Фенёв, Михаил Холкин, Кирилл Краснов, РЕН-ТВ, Петербург. Продолжение следует...